В сегодняшнем ролике речь пойдет о всех тонкостях и нюансах процесса брожения вина. Также разберемся, как нам понять, вино закончило брожение, либо брожение остановилось. Мы обсудим, когда нам надо беспокоиться, когда не надо, когда процесс нормальный, а когда надо помогать в него вмешиваться. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, что нам нужно знать о брожении вина? Первое. У вина есть два типа брожения. Спиртовое брожение, сахар превращается в спирт и яблочно-молочное брожение. В нем принимают участие молочнокислые бактерии и они более агрессивны, более ощутимы на вкус. То есть яблочную кислоту превращают в более мягкую молочную. И этот тип брожения очень сильно важен для тех, кто боится кислых им. Спиртовое брожение делится на две стадии. Первая стадия – стадия бурная. Когда у нас машут перчатки, когда у нас булькают затворы, когда у нас идет активное выделение пены, когда мы сбраживаем на мизге, у нас шапка поднята сверху. Вот это все стадия бурного брожения. И вторая стадия – это стадия медленного брожения. Остается буквально 1-2-3% спирта. Дрожа может тяжело работать, они уже не могут размножаться в этой всей среде. И процесс очень и очень сильно замедляется. И именно на этой медленной стадии чаще всего возникают вопросы у новичков. Еще важно понимать, что длительность брожения может быть очень и очень разной. Опять же, часто в народных рецептах мы видим, через 30 дней вино готово, через 32, через 46. Мне интересно, кто это и как считал. Опять же, моя любимая угадай мелодия. Так вот, четко сроков, в которых завершится брожение, вам никто не назовет. Это можно сказать только на производстве, где все условия уже известны. А так скорость брожения и длительность брожения будут зависеть от температуры, от типа дрожжей, от того, сколько сахара в сусле, от того, сколько кислоты. Если сахара много, бродить будет долго. Если кислоты много, бродить будет долго. От наличия питательных веществ, которые содержатся в сусле, от наличия веществ, которые затормаживают брожение. Такие тоже вещества есть. И они тоже в сусле находятся. Поэтому огромное количество факторов, которые будут влиять на процесс. И часто в сезон спрашивают, а может вину отбродить за 5 дней. Как правило, на культурных дрожжах это происходит. Вот особенно в этом сезоне. Да, может. Если вы измеряете, смотрите, у вас там сахар. Ноль, да, про измерение мы чуть позже поговорим. Значит, может. Значит, у вас все отбродило. Это не совсем хорошо, потому что все-таки брожение должно идти некоторое время. При слишком буром, слишком быстром брожении выносятся ароматические вещества, выносятся спирт. Ну, уже как получилось, так получилось. Я думаю, что все хорошо у вас будет получаться. То есть, да, такое может быть. Вот за пару дней такие суперпрожорливые дрожжи, суперработящие, все могут переработать. Ну, и в то же время брожение может идти очень долго. Там и месяц, и два, и три, и более. Опять же, в зависимости от условий окружающей среды. А теперь давайте обсудим, как нам понять. В общем, процесс идет, либо процесс не идет, в какой стадии. То есть, немножко поговорим о практике. Смотрите, когда у нас вино бродит на мезге, когда у нас шкурки плавут сверху, значит, брожение идет бурно. Глиокислый газ поднимается настолько, что может все эти вот шкурочки, там, частично косточки, мякоть удерживать сверху. Когда процесс замедляется, шапка становится меньше, 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 и может прям опадать на дно. И тогда уже брожение переходит в медленную стадию, и тогда нам нужны будут затворы. Пока брожение идет в бурной стадии, пока идет активное выделение глиокислого газа, сусло будет этим самым глиокислым газом защищено. Когда процессы замедляются, они уже могут в том числе и останавливаться. По некоторым причинам мы с вами буквально через пару минут об этом поговорим. И там уже сусло надо от воздуха, от кислорода защищать. Значит, если у нас уже все в ямкостях, как нам понять, различить эти стадии? Ну, самое первое, да, перчатки и затворы. Вообще, перчатки, ну, это вот прям если совсем ничего нет. То есть, если вы хотите заниматься вином, купите пробки и затворы. Пробки, в принципе, можно сделать с ними силиконовые. Будет время, сниму ролик, покажу, как это делать. Вот часто тоже говорят, зачем нам эти затворы, а вот кто-то их не использовал. Ну, так и что, что кто-то не использовал. Кто-то и на автомобилях не ездил, да, кто-то интернетом не пользовался. А вы сейчас пользуетесь, да, ну, глупые какие-то сравнения. Затвор – это прежде всего ваше удобство и ваше понимание процесса. И затвор именно вот такого типа. Я всегда акцентирую на этом внимание. Потому что кто-то покупает, дорогие, там, типа бесшумные, в них нет никакого смысла. Понимаете? Он, ну, как бы, функционально он все делает, да. Но информации для вас никакой. Опять же, прошла бурная стадия, вы ничего не понимаете. Ну, в сезон я же ориентируюсь по комментариям. О, у меня там булькать прекратило, у меня это прекратило. Вот, вот здесь все просто. Если вы видите, что уровень разный, воды в сообщающихся сосудах, все, процесс идет, все просто. И вода здесь реагирует на малейшее изменение давления. Перчатка, опять же, пока все бурно идет, да, вот она вам махает, потом и опустилась. Опять же, самый частый вопрос сезона, опустилась, перчатка, чего делать? Значит, обзаведите затворами, да. Мой вам совет, моя рекомендация. Это очень сильно упростит вам жизнь. Теперь показывают, кроме затворов, на что еще мы можем обратить внимание, как будем понимать, что процесс идет. Смотрите, вот это активная стадия бурного брожения. Большое количество пены. В этот момент у нас подняты перчатки, они нам махают, они вздуваются. Все хорошо. Вот здесь тоже еще активная пена. Мы, конечно, пользуемся затворами. Бутыль немножко отсвечивает, но пена уже становится немножко меньше. Соответственно, если перчатка, то перчатка в этот момент уже будет вздуваться. Следующая стадия, когда пена уже переходит вот в такие островки. Смотрите, затвор у нас еще булькает. Булькает довольно активно, но островки пены становятся меньше. Они уже не по всей поверхности, а именно идут островками. Затем островки становятся еще меньше. Смотрите, вот здесь, в этой бутыли, да, вот островки есть, а створ только чуть-чуть сдвинут. Холодно, дрожжам надо приспосабливаться, то есть процесс немножечко идет, но уже такой слабенький. Но, тем не менее, островки еще есть. Здесь тоже островки еще есть, но они становятся поменьше. И со временем все это становится меньше, меньше, меньше. И бывает так, что, ну, буквально вот маленькие-маленькие такие слоночки остаются, либо маленькие пузырьки по ободку. Бывает, что поверхность усы уже ровная, но по ободку еще идут маленькие пузырьки. Это говорит, что брожение еще идет. Вот, кстати, очень часто вот эти последние пинки путают с пленками. И это вызывает повод для беспокойства. На самом деле, просто посмотрите внимательно, присмотритесь. То есть пленка, она и будет пленкой. Да, она будет немножко как бы тянуться там за палочкой, за ложечкой. А пенка, она и пенка. То есть чуть-чуть отлили, например, достали, посмотрели, и вы увидите, что там именно будут пузырьки. То есть, увидели, поверхность усла, она тоже очень информативна, только надо внимательно туда посмотреть. И она скажет вам очень-очень многое. Теперь мы с вами поговорим о такой ситуации, когда у нас затвор даже такой молчит, да, он. Жидкость на одном уровне, там перчатка сдулась, да. При этом на поверхности сусла пеночки есть. Значит, ну с перчатками все понятно, потому что процесс медленный, он уже не может поднимать перчатку. Что касается затворов, вот увидели, затвор выровнялся, там понимаем, что процесс какой-то идет. Проверяем герметичность пробки и соединение пробки с затвором. В принципе, при нормальной силиконовой пробке все должно быть хорошо. Но бывает, я даже показывала в этом сезоне, мы купили резиновые пробки. Мало того, что туда затвор не подходит, он там болтается, как сопля, простите. Да, так еще и сама пробка тоже очень плохо может входить в бутыль. Поэтому, если видите, что там пенки, а затвор молчит, проверяйте герметичность. 99,9 – это вопрос в этом. Также есть такой способ. Давайте проверим, идет ли брожение, сунем туда спичку. Если она погаснет, значит, там есть углекислый газ. Ну, тоже такое, во-первых, с моей точки зрения, не совсем удобное для реализации вес. Во-вторых, опять же, не всегда информативно. Хорошо, когда у нас емкость заполнена, да, почти подверг. Ну, лично у нас бывает, что каких-то емкостей не хватает, и у нас большая обманка заполненная наполовину. Пока идет бурное брожение, да, все хорошо. Потом куда я туда спичку засуну, когда процесс будет восстанавливаться. То есть это не совсем удобно. Ситуация вторая. Ну, здесь разобрались, да? 99,9 – это проблема герметичности. Ну, мы понимаем, что все, затвор остановился. Поверхность русла ровная. На самом деле, можно еще попробовать. И если вы услышите на языке легкое покалывание пузырьков, ну, я думаю, что 99% людей тоже вполне способны даже новичков это почувствовать. То есть если слышим легкое покалывание, тоже какой-то процесс там немножко идет. Ну, вот, допустим, даже легкое покалывание, или мы еще не пробовали, у нас поверхность русла ровная, да, мы понимаем, что брожение закончилось и остановилось. Вот как нам понять, как нам в этом всем разобраться? Для того, чтобы спиртовое брожение шло, нам что нужно? Сахар. Если сахар там закончился, то бродить уже нечему. И это абсолютно нормальный процесс. Значит, как мы можем понять, что сахар закончился? Ну, первое – это попробовать. Это, конечно, не стопроцентно достоверный способ, да, но если вы явно ощущаете сладость, да, то сахар-то есть. И, соответственно, как бы бродить еще есть куда. Но тут тоже надо оговориться. Если вы стремитесь делать сухое вино, если вы сахар в процессе не добавляли, ничего не делали, а у вас брожение остановилось, и вы пробуете, чувствуете, что там сахар есть, ну, у вас цели были другие, да, то есть что-то надо делать. Если же вы высыпали сахар по рецепту, вот тут я вообще не могу дать мне таких рекомендаций, потому что вопрос, что вы делали, как вы делали, для чего вы делали, ну, понимаете, там слишком много неизвестных, и такое уравнение никто не решит. Здесь вот позволю себе пару минут еще поговорить на эту тему. Как правило, в нормальном созревшем винограде сахара более чем достаточно для того, чтобы сделать сухое вино. Если мы хотим вино с остаточным сахаром, то тоже чаще всего мы этот сахар концентрируем, да, чтобы он немножко не добродил. Мы можем вино спиртовать, то есть, опять же, это нормальная технология. Кто-то считает, что сахар надо добавить. Ну, способ, конечно, через пень-колоду. Ну, ладно, как говорится, вино для вас, да, поэтому... А тут уже вы сами смотрите. Ну, хотите, так нравится вам сладенько. Что поделать, да? Хотя вы себя очень сильно обкрадываете такой технологией в плане вкусовым. Ну, опять же, хозяин-барин. Но вот вы добавляли сахар, если вы там все рассчитывали, да, вы знали изначальный сахар, вы все можете посчитать, тогда все понятно, то есть, вы знаете, что вы делаете, и, в принципе, там вопросов не возникнет. Но все эти дурацкие рецепты, вот опять же, в сезон... А я добавил там 200-300 грамм сахара на литр. Нормально в винограде, ну, минимум 20%, то есть 200 грамм уже есть. Добавляем еще 30%, получается 50%. Простите, это уже сироп, понимаете? И он бродить, ну, будет немножко. Опять же, в какой стадии он остановится, сколько там будет спирта, это вообще все непонятно. Поэтому вот с этим, да, если вы сахар добавляли, большой вопрос, что вообще и к чему вы придете. И здесь сразу же переходим еще к измерениям сахара. Значит, измерить начальный сахар и остаточный мы можем двумя приборами. Первый это, ну, поплавок, он бывает разного типа. Бывает маленький, бывает большой, называется ориометр. А в быту самый простой виномер сахаромер. Он очень сильно путает своими двумя шкалами. Значит, запомните, что спирт этим прибором мы измерить не можем. Мы можем измерить только сахар. Когда в среде есть и сахар, и спирт, уже точных показаний не будет. Ну, плюс-минус среднюю температуру по больнице мы посмотреть можем. Потому что часто вопросы, у меня там условно 5 сахара, 5 спирта, что мне делать? Спирта же мало. У вас 5 сахара, все. Я не знаю, где это написать, на какую-нибудь бу, чтобы всем это было понятно. То же самое с рефрактометром. В рефрактометре вообще шкала алкоголя сделана исключительно для вашего удобства. Чтобы вы могли видеть при вот этом уровне сахара, который вы намерили, сколько спирта вы можете получить. Все, вот только для этого там эта шкала. Она спиртва не меряет абсолютно. Более того, рефрактометр основан на коэффициенте преломления. Спирт тоже имеет определенный коэффициент преломления. Скажем так, что если у вас изначально было 20% сахара, то в сухом дне рефрактометра покажет 4-4,5 брикс. Это не значит, что этот брикс остался. Это значит, что уже ноль. Есть специальные таблицы, по которым это можно посмотреть. То есть есть расчеты. Теперь опять же мы переходим, что мы сахар попробовали, да, мы его почувствовали. Но, допустим, мы сахар попробовали, мы его не чувствуем, но приборы нам показывают, что сахар остаточно есть. И мы понимаем, что надо процесс возобновить. У нас брожение именно остановилось. В таком случае, прежде чем предпринимать какие-то радикальные меры, надо подумать и проанализировать, что произошло и почему брожение остановилось. Смотрите, когда брожение бурное, вот его остановить практически нереально. Оно бурное. Вот когда наступает та самая медленная стадия, да, когда вот у нас осталось там пару процентов сахара, в этот момент, повторю еще раз дрожан, работать тяжело. И они очень будут подвержены их работой, влиянием внешней среды. Например, если стало холодно, похолодало даже на пару градусов снижения температуры, оно очень сильно может повлиять на процесс и его остановить. Здесь же сразу говорю, что если втягивается перчатка и затвор разворачивается в обратную сторону, то опять же в 99,9% случаев это говорит о том, что вот изменились условия, именно температура, дрожжи переходят на дыхание и начинают втягивать воздух. Мне много раз говорили, что я ничего не понимаю, и это физика. Физика здесь безусловно присутствует, но здесь же присутствует и биология. Так вот, даже не важно, физика это или биология, но изменение температуры на последних стадиях брожения, оно критично. И очень важно именно стабильность. Вообще мы последние годы все сбраживаем в холоде. У нас неотапливаемая верандочка, и при 10, и даже при 8 градусах вино себе очень даже хорошо бродит. Но если оно будет бродить при 20 или 25, а температура снизится до 20, или даже с 20 до 18, то это уже может так серьезно повлиять, и брожение может остановиться. Смотрите, что делать в таком случае? В принципе, ничего, кроме обеспечения вот этой самой температуры. То есть в идеале, чтобы не было качений. По осени вот малейшие перепады день-ночь, днем солнышко у нас засветило в окошко, у нас вроде батареи работают одинаково, да? Но солнышко чуть-чуть в окошко засветило, чуть-чуть помещение нагрело. Процесс пошел. Вечер там настал, стало темно, но вечером все дома светятся, что-то готовят, температура, как правило, поднимается. Утру становится прохладно. Даже в городских квартирах это видно. К утру становится прохладно, все, опять процесс идет в обратную сторону. То есть в данном случае рекомендация просто наблюдать. Вот не мешайте, ничего не делайте. Если есть возможность создать лучшие температурные условия, хорошо, нету, значит просто вот не трогайте. Желательно максимально все-таки избежать этих перепадов. Можно чуть-чуть подогреть, можно. Но без фанатизма, то есть там сильно, чтобы свыше 20 градусов, на такой стадии температура была, уже не нужно. Либо, смотрите, вот оно у вас бродило, к примеру, вот как мы делаем, у нас в холоде бродит, да, я вижу, процесс заканчивается, все уже там, все выравнивается, останавливается, мячки я перемещал в дом. Вот оно с 10 в 20 переместилось, это нормально. Вот выше 20, 25 не надо. А в этих пределах мы можем повышать температуру, и это будет нормой. С температурой разобрались, да, и в принципе, повторю, еще раз, можно ничего не делать. Главное, чтобы емкость была хорошо закрыта. Дальше, мы могли сами повлиять на процесс брожения. Например, досыпать сахар. Это вообще вот головная боль, и мне каждый раз пытается кто-то доказать, что я не права. Понимаете, мне доказывать не нужно. Я пользуюсь знаниями, полученными из учебников, да, и знания тех людей, которые научно занимались изучением всех процессов. Если вы себя считаете, ну, умнее тех людей, пожалуйста, это ваше право. Да, каждый может считать, как считает. Но добавление сахара на последних стадиях брожения очень сильно может на это самое брожение влиять и даже остановить. Почему? Потому что там и так им тяжело дрожа. Там спирт, он как лимитирующий фактор действует. А вы еще сверху добавляете сахара. Сахар, как минимум повышает плотность раствора. И мы так там плохо. Вы плотность повысили, да, и процесс может приостановиться. Все добавления сахара, если они не имеют под собой цели затормозить брожение, да, если нам надо, чтобы этот сахар переработался, они делаются в начале брожения. Еще раз, это данные учебников, это данные научных исследований, которые проводили специально обученные люди. Поэтому, если сахар досыпали, тут как повезет. Потом процесс может возобновиться. тут еще какая ситуация. Смотрите, есть два типа дрожжей. Я их все время путаю. Одни кругленькие, другие длинненькие. Я их все время путаю. Одни сбраживают сахар быстро до определенных пределов. Примерно до 9-10% спирта. Все, дальше они умирают. И к делу приступают другие. Вот они съедают эти последние сахара. И если изначально сахара много, то концентрация вот этих дрожжей, которые потом последние сахара доедят, будет больше. Они медленно размножаются. Но если изначально сахара много, значит их будет больше. Если изначально сахара мало, то и дрожжей этих мало. И вот это поэтапное добавление сахара, оно не стимулирует его дальнейшую переработку. Оно вот, ну, кто-то наверное когда-то эту технологию рецепт придумал для того, чтобы брожение замедлять, да, и получить некое сладенькое. Ну, для некого сладенького все равно это не лучший вариант, но наверное рабочий. А если нам надо получить сухонькое, то у нас может не совсем получиться. При этом тоже надо понимать, что сахар это еда не только для дрожжей, но и для других микроорганизмов. И к чему это в итоге приведет, ну, никто не знает, да, может повезти, может не повезти, может вообще уксус получиться. На самом деле так. Ну, я сейчас помню, что сахар вредит. И вот здесь сразу ответ на вопрос, а что делать, вот я уже насыпал. Если мало насыпали, то наверное все будет хорошо и выбрать. Если насыпали много, ну, тут я вам ничего не посоветую. Повторю еще раз, это уравнение со множеством неизвестных. И что в этом случае делать? Ну, оставить такое сладенькое, может пастеризовать, чтобы никто этот сахар не съел. И все. Или быстро выпить. Вообще самый рабочий вариант. Быстро выпить. Нет вина, нет проблем. Следующее, чем мы можем помешать в процессе брожения, это снятие с осадка. Опять же, вот эти вот народные рецепты и я там называю «Угадай мелодию», кто на что гораздо. Надо снимать каждую неделю, надо снимать каждые две недели, ну, там, каждых 10 дней. Ну, это тоже глупости. Потому что вино затухнет. С чего оно затухнет? Если с вашим вином все хорошо, и вы сделали аккуратно, то затухать там нечем. А если оно затухает, значит, у него уже были проблемы. Значит, смотрите, что у нас в осадке? Там же мертвые дрожжи. Да? Там мертвые дрожжи. И живых дрожжей там тоже полно. А те, которые умерли, они являются питанием для живых. Понимаете, вино уникальный продукт саморегулирующегося. Вот туда чем меньше мы лезем, тем лучше. Особенно, если мы мало чего знаем. Так вот, питательные вещества, азотистые вещества, дрожжам надо не только сахар. Им еще кое-чего нужно для того, чтобы строить свои клеточки, для того, чтобы правильно работать. То есть, им надо не только сахар. Сахар это их работа, скажем так. Вот они взяли этот сахар и спирт перерабатывают. Для того, чтобы хорошо работать, им еще надо покушать дополнительно какие-то витаминки съесть, азотистые вещества. То есть, это питание. Что происходит, когда мы снимаем с осадка? Мы количество дрожжей сильно уменьшаем. Условно, у нас было тысяча дрожжевых клеточек. Да? Цифра условная. Мы сняли с осадка, у нас осталось 100 дрожжевых клеточек. Мне надо пояснять, что 100 дрожжевых клеточек не могут делать то, что делала тысяча. Все просто. То есть, вы с осадка сняли, процесс сильно замедлили, вплоть до полной остановки. Что делать в таком случае? Ну, можно дрожжей добавить. Раз. Можно подождать, и потом процесс, в принципе, может возобновиться. но это будет долго. Поэтому проще все-таки. То есть, чем быстрее процесс завершится, беспростой, тем лучше. Вообще, практика частого снятия с осадка, она как раз-таки преследует цель замедления и остановки брожения. Используется в приготовлении сладких вин, и в приготовлении игристых вин по типу Асти Спумант. Вот, кстати, дробное добавление сахара, часто снять с осадка, они ведут к такому не самому лучшему бытовому сладкам. Но если у нас цели немножко другие, то нам это вообще никак не подходит. Одна беда, что у распространителей народных рецептов нет понимания, для чего эти процессы были заложены. Поэтому снятие с осадка может процесс замедлить. Не всегда это будет, но повлиять может. Сразу тоже отвечаю, что а если у меня осадка слишком много? Вот смотрите, если у вас осадка слишком много, или бывает, когда у нас очень бурное ображение, пена прет через верх, перчатки улетают, да, такое тоже бывает. Вот в таком случае логично и правильно снять с осадка и брожение замедлить. У нас цель такая. Если нам его не надо замедлять, оно так медленно, то не мешайте вино бродить. Теперь разбираем еще одну ситуацию, когда у нас вроде все хорошо, и температура особо не менялась, и с осадком мы не снимали, и сахара не сыпали, мы вообще холили, лили, наше сусло, да, оно взяло и перестало бродить, чего делать. И почему вообще такое произошло? Ну, мы понимаем, да, что там есть чему бродить, вот это важно, и это надо подчеркнуть, что если там сахара нету, бродить там нечему, все, процесс закончился, и это нормально, да. а тут сахар есть, почему так бывает? Бывает слабое, ну, слабые дрожи, вот они сбродили, да, при 9%, и все, да, вот, помните, рассказывала, там, кругленькие, длинненькие, вот, не произошло переключение, да, что-то не так, почему-то оказалось их мало, ну, такое бывает, что делать в таком случае? В идеале, конечно, опять же, знать начальный сахар, потому что мы понимаем, если его, например, было многовасто, касательно начального сахара, и 25, и 26, и 27, и 28, вполне себе может сбродить в 0, даже на диких дрожах. Не на всех, да, но вполне может. Но, опять же, может случиться так, что даже 20, там, 22, ну, по какой-то причине нет. не могут они сбраживать. Можно добавить скультурных дрожжей, идти в магазин, взять скультурные дрожжи, какие-то любые магазины разные, да, выбор разный, всего-всего много, их запустить, и после они завершат брожение. При этом, смотрите, важно будет, если вам надо завершить брожение, значит, брать дрожжи, которые спиртоустойчивые. Например, у вас уже там 9-10%, спирта, а вы берете такие же дрожжи, которые также сбраживают, до 9-10% спирта, да, они не будут там работать, они такие, куда мы попали, все, нам уже здесь плохо, не будем работать. Если вы не знаете изначальный сахар, вы его не мерили, у вас не было прибора, причин может быть 100-500, просто берите высокоспирт, устойчивый к спирту, никогда не ошибетесь. И единственное, что при покупке культурных дрожжей в специализированных магазинах всегда спрашивайте, надо ли к ним подкормка, потому что культурные дрожжи некоторые, у них повышенное требование к питательным веществам. бывает что-то того, что есть в суслим не хватает. Кстати, чаще будет остановка брожения может быть у белых вин, сделанных именно по белой технологии, когда мы сбраживаем чисто виноградный сок, потому что там мало питательных веществ, и вот дрожжа может их не хватить. Вот с красным вином там 100% такого не будет. Если уже остановилось, значит там слабые дрожжи. С белыми может быть такая ситуация, что брожение остановилось именно по причине недостатка питательных веществ. Особенно, если вы там еще оклеивали, у вас такое сусло красивое, прозрачное. Вот в таком случае может быть иметь смысл дрожжи покормить. Несколько лет назад тоже один человек там под каждым роликом писал надо дрожжи кормить, надо дрожжи кормить. Ну, если они не могут больше спирта перерабатывать, то хоть вы их там укормите. Но если вино белое, то можно попробовать покормить. Значит, чем кормить? Опять же, в специализированных магазинах есть специальные подкормки и лучше все спросить там. Бывают, добавляют на шатырь, но я вам пропорции не подскажу, я не знаю, я с этим не работала, никогда у нас такой проблемы не было. Я вас просто направляю, где взять посмотреть информацию, если она вам нужна. Еще один вариант, очень рабочий и который можно попробовать. Когда-то мне в голову вот пришла такая мысль, не знаю, почему, я попробовала и это реально работает. И все, кому я это советовала, ну, не у всех, конечно, но у большинства тоже заработала. Отливаем немножко сусла, буквально чашечку в миллилитрах на 200, достаточно. Нагреваем в микроволновке до такой температуры нормально теплой, не горячей, но нормально теплой. Берем ложечку сахара, чайную, без горочки, то есть сахара надо немножечко, это будет как импульс, это вот не добавление множечко, а буквально вот чуть-чуть обычного сахара. Засыпаем вот в кружечку, перемешиваем. Оно у нас зашипело, все это перемешали, влили обратно. Сусло и очень быстро оно начинает работать, прям очень-очень быстро. И смотрите еще такой момент. Если у вас брожение остановилось, емкость заполнена, ну вот в данном случае она где-то заполнена у меня на три четверти, то есть в принципе это нормально, еще тут по краюшку кое-что бродит. Но если у вас емкость заполнена меньше и там много пространства, то конечно такое вино нужно перелить и желательно уже практически под горло. И вы переливаете, опять же лучше всего это сделать открытой переливкой, что такое открытая переливка, это из горла в горло. И осадка, пусть там часть захватывает. Конечно самую гущу, самую муть над уже можно оставить, но чтобы часть осадка все-таки перешла в новую емкость и вот такую открытую переливку. Иногда даже вот этот кислород при открытой переливке он будет способствовать возобновлению брожения. То есть вот это вот такие рабочие способы. Если например мы еще чашечку доливаем, то сначала перелили, потом чашечку. Но очень аккуратно будьте с белыми суслами. Если вы такую штуку открытую переливку проведете с белым суслом, то вот несколько раз мы в своей практике сталкивались, оно может моментально покоричневить. Это лечится, это исправляется, но вот с белыми так не надо делать. А с белыми попробуйте чашечку, и если переливка, то все-таки по трубочке. Аккуратненько, чтобы было минимальное взаимодействие с воздухом, то есть чуть-чуть конечно можно, чтобы оно подышало, но не так обильно и не так бурно. Еще важно, вот вы перелили затворы, крышечки поставили, и оставляем в теплом месте, примерно 20 градусов. Опять же, не надо спешить выносить на холод. Вино должно пройти свои стадии, только тогда мы перемещаем его в холод. Яблачно-молочное брожение может идти очень различное количество времени. И чем температура ниже, тем оно медленнее будет идти, чем выше, тем быстрее. Но опять-таки, выше сильно 20, 22, 25 уже сильнее не надо. То есть специально нагревать его для этого не нужно. Кроме температуры, конечно же, будет влиять, что содержание этой самой яблочной кислоты. Чем ее больше, тем процесс будет идти дольше. И в принципе оно может идти и до весны, оно может идти и до лета, оно может идти и до следующей осени. То есть этот процесс может быть долгим. Либо он может замереть. Сейчас вы вынесли на холод, а потом в погреб, а потом весной, особенно когда виноградный сок начинает течь по лозам, брожение возобновляется. Кстати, спиртовое тоже тогда может возобновиться, если у вас был легкий недобродик. И опять же возникают вопросы, а что у меня случилось, почему вино опять стало бродить? Потому что оно недобродило, вы не дали ему такой возможности. Поэтому лучше эту возможность дать, лучше создать изначально максимально комфортные условия для того, чтобы процессы завершились. Спиртовое закончилось, перелили под горлышко, затвор поставили, либо что-то эластичное, немножко там могло быть колебание давления, все оставили в 20 градусах до окончания. Опять же для чего затвор? Для того, чтобы вы видели, когда процесс закончился. Еще яблочное молочное брожение не всегда начинается сразу после спиртового. Оно может начаться через некоторое время. Иногда оно проходит прямо вместе со спиртовым и мы его не видим. иногда оно начинается через некоторое время, поэтому все, под затвором у вас все закрыто, стоит и пусть стоит, ничего там страшного с ним не произойдет. Вино защищено от воздуха, а дальше будете наблюдать за процессом, то есть там в принципе оно через месяц может начаться. Можно его индуцировать, продаются эти бактерии, их можно купить, в сусло внести, процесс запустить. Мы не сторонники таких вмешательств, но если вы хотите, если вам это удобно, вы хотите ускорить процесс, почему нет, это удобно. Но мы тем временем обсудили все вопросы, которые мы сегодня запланировали. Самое важное это понимать, что происходит, анализировать, и тогда все у вас получится. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов и награды, будет ссылка на другие полезные видео и наши контакты. До новых встреч!